Отдых это время ярких шорт и пестрых футболок. А еще на отдыхе вратарь Бобруйского Динамо Шинник Михаил Корнаухов получил благословение Зенитулы Белелединова. Позирование с одноклубником Егором Вороновым, конечно, не такое знаковое событие, но тоже сойдет для хоккейной общественности. А Воронов еще сфотографировался с друзьями, с плюшевой пандой и даже с девушкой. Но все эти замечательные и милые кадры уже лежат неподвижным грузом в архиве Инстаграма. Зато пришло в движение железо, штанги и гантели. В жизнь этих парней пришла предсезонка. Бобруйск. Город всенародной любви. Всенародной любви к хоккею. На матчи регулярного сезона приходят три, а то и четыре тысячи болельщиков. Некоторые клубы КХЛ о такой посещаемости могут только мечтать. Впрочем, как и о такой замечательной арене, как у Динамо Шинник тоже. Павел Викторович Перепехин. Главный тренер хоккейного клуба «Динамо Шинник» в городе Бобруйск. Родился 4 марта 1978 года в Минске. Воспитанник хоккейной школы «Юность» в городе Минск. В структуре Минского Динамо работает с 2003 года. Здравствуйте, меня Алена зовут. Очень приятно, здравствуйте. Приехала к вам предсезонка снимать. Здорово, как раз вовремя. У нас через несколько минут лед начинается. Пойдемте. Пойдемте. Павел Викторович, в начале вашей предсезонной подготовки чему вы уделяете внимание? Ну, в основном мы смотрим на... Сначала протестировали ребят, посмотрели их функциональное состояние. Дальше много работаем, конечно, на земле. Ну, сейчас мы вышли на лед, первое занятие. Смотрим ребят на их техническую подготовку. И этому мы делаем большое внимание. В какой физической форме вернулись ребята? В целом, ребята пришли в хорошей форме. Видно, что летом занимались, посещали какие-то, может, тренировочные кемпы. И сейчас с огромным желанием работают. Мне кажется, вы не халите, потому что мне ребята говорили, что они только отдыхали, лежали и плавали. Ну, не знаю, что вам сказали ребята. Я вижу хорошую физическую форму и огромное желание к работе. Поэтому, наверное, пошутили. Вы уже работали с Андреем Заливайко в молодежной сборной. Кто в вашем тандеме добродушный, а кто строгий? Я строгий, конечно. А он добродушный. А почему так? Ну, потому что я главный тренер. Он мой помощник. Поэтому должен сглаживать, наверное, какие-то моменты. А как можно отпроситься с тренировки, если кто-то сильно захочет? Ну, наверное, отпроситься просто это нереально вообще с тренировки. Это их любимое дело и работа. Я не думаю, что кто-то хочет этим заниматься. И только если это действительно какая-то уважительная причина, то это можно. А так, такого нет, в принципе. Алена, ну все, мне пора работать. Я сейчас Егору позову, вам все расскажу. Удачной тренировки. Привет. Привет. Егор Воронов. Нападающий хоккейного клуба «Динамо Шини» в городе Бобруйск. Родился 4 февраля 1994 года в Минске. Начал заниматься хоккеем в 6 лет. Воспитанник хоккейной школы «Олимпиец». Город Балашиха. У вас сегодня первый лед. Расскажи, как проходит тренировка. Ну, обстановка веселая. Ребята довольны. Все-таки соскучились по льду. Как бы тяжело, конечно, первый лед. Но надо это перебороть. Каждым днем будет становиться все легче и легче. Как вы свободное время проводите? Где именно? В раздевалке или вообще? Вы в раздевалке проводите свободное время? Ну, почти да. Или зал, или озеро. С друзьями. Расскажи, какой у вас тренер? Тренер у нас, я скажу, требовательный очень. Любит, чтобы все было по дисциплине, никто ничего не нарушал. От игроков требует определенного выполнения задания, чтобы все было и по его плану, и по его установкам. Как бы, ну, вроде веселый, как бы шутит, пытается разрядить эту напряженную обстановку, когда там между тренером и игроком. Ну, очень мне нравится с ним работать. Расскажи, почему все тренируются, а ты сидишь тут? Да, если честно, первая тренировка после отпуска на льду, это всегда очень тяжело. И сегодня это было не исключение. И решил немножко попросить у тренера паузу, потому что немножечко устал сегодня. Ален, у нас сейчас намечается свободное время. Я тебя приглашаю его провести вместе с нами. Поехали. Орлы, сегодня выдалась свободная минутка у нас. Тренерский штаб нам сделал экскурсию в Побрусский краеведческий музей. Давайте зайдем, посмотрим, что там да и как. Уважаемые гости, я рада приветствовать в нашем краеведческом музее. Меня зовут Тимошенко Лариса Владимировна, научный сотрудник этого музея. И проведу с вами обзорную экскурсию. А начнем мы ее вот от этой витрины. Здесь, как вы видите, представлены орудия труда древних людей, которые датируются эпохой Мезолита, 9 тысяч лет до нашей эры. Это различные поколочки, скобели, скребочки, нуклюсы. Здесь же мы видим и наконечники для стрел, ну и, конечно, останки древних животных. Вот скульптуры древних идолов сделаны уже, конечно, современным автором из мореного дуба. Это как будто бы Ярила, один из сыновей бога солнца, отвечающий за плодородие, рассветил природу весной, человеческие страсти, кладя за ладом в семье, успехом в любви, порядком в доме. У меня есть хобби, это музей. Я люблю посещать музеи. За предсезонку первый раз выдалась такая возможность посетить музей, и я надеюсь, что это не последний раз. Я буду дальше посещать музей. Я очень рад, что мы выбрались в этот музей. Очень много тренировок, очень изнуряет. И я думаю, что всем ребятам понравилось, и все узнали много нового. Я думаю, что нам это поможет в дальнейшем и сплотит нас еще больше. Ребята, я благодарю вас за внимание, с которым вы меня выслушали, за то, что вы посетили наш музей. Желаю вам успехов в спорте, и мы всегда рады вас видеть. До свидания. Все, Леон, мне пора идти отдыхать, готовиться к завтрашнему дню. Был рад с тобой провести время, в отличный музей сходили. Приезжай к нам еще. А завтра ты проведешь день с Мишей Корнеуховым, с моим другом, с соседом, с отличным парнем, со своими прибамбасами, он тебе понравится. Спасибо тебе за сегодняшний день. Тебе тоже спасибо. Желаю хорошего сезона. Спасибо большое. Пока.